Уже команда Secret на данный момент забрала себе Queen of Pain и забрала себе Нагу Сайрен. Посмотрим, будет ли это от Артизи Нага Сайрен. Тоже, в принципе, классическая история. Артизи и сам на своих стримах неоднократно зажигал на данном персонаже. Может, в принципе, любит этого героя, и с руками у него всё в порядке. Поэтому тут расконтролить Нагу Сайрен от Артизи — это вообще не проблема. Туск для команды Natus Vincere и Лешрак тоже, в принципе, имбовые герои, которые к 2015 году, к пятому International пикались более чем часто. Туск вообще на Инте заходит в каждом матче, а Лешрак до Инта. На квалах, вспомните, на квалах, кроме Лешрака, вообще никого не брали команда или не банили. Это был первый по списку герой, от которого надо было избавляться команде, которая, естественно, не хотела проиграть. У Na'Vi есть теперь Лешрак, скорее всего, это герой на мидлейн, герой для Дэнди. Стоять ему против квапы придётся. Квапа от Esfo только что, кстати, клоудов потрепала очень знатно. Там, естественно, и остальные зажигали, но Esfo в первом матче на квапе, прямо-таки скажем, зажёг. Бэйн появляется в составе команды Team Secret. Вот она, пощёчина арт-стайлу, сразу же забрали героя, на котором он всё время играет. Почему бы нет? Могут себе позволить. Я ещё раз повторюсь, не устану это повторять. Секреты очень пластичный коллектив, они на самом деле невероятно гибкие. Им готовы подстраиваться под любую команду. Ну, такая вот всеядная команда, которая может с любым соперником выглядеть хорошо и чуть ли не на шаг вперёд. Na'Vi, чтобы победить Секретов, на данный момент придётся выше головы прыгнуть. Мне это кажется. Надо так хорошенько тряхнуть стариной, вспомнить, как вообще жгли, и такую вот олдскульную доту показать. Агрессивную, постоянно доту наступления, доту навязывания драк. По возможности, конечно, выигрыша этих драк. Ну, затягивать вряд ли стоит. Здесь есть Нага Сайрон, Лейти и Артизи никому не простит. Это факт, если, конечно, для него взяли Нагу. Поэтому лучше бы справиться немножко пораньше, на Ви, если они хотят выиграть хотя бы один матч в данном противостоянии. Ну и Undying для Натус Винца. Продолжение имбовости. Кто более имбовый, чем Лешрак, Таск и Undying в данный момент? Я даже не знаю. Я даже не знаю. Постоянно залетают эти герои. Undying и Таск, если их не банят, они обязательно в пике. Такого не бывает, чтобы куда-то мимо проскочил данный герой и забыли, например, об одном или о другом. Не бывает в принципе. Ну, я думаю, до конца этого турнира не будет. Undying со своей тамбой, жесть-жесть она. Новей этот Undying наказал в составе команды Complexity. Там на 60-й минуте этот Undying умудрился выхилять настолько лоу-хп-шного герокоптера в составе Complexity, если я не ошибаюсь. Да, гера там был. Что страшно даже. Даже страшно. Он в начале игры, невероятно жесткий, он в середине игры продолжает давить. И к концу игры слабее не становится, что удивительно даже. Бэнква, Пам и Нагасайрон. Что тут в принципе-то рассуждать? Надо понять, Нагасайрон пикается под... Вот в данной комбинации как керри или как саппорт в паре с антимагом немножко, мне кажется, попонятнее. Да, сразу стала ситуация. Антимаг не будет у нас саппортить. Это 100%. И Нагасайрон, наверное, не будет у нас с керри, когда антимаг есть в пике. Поэтому Нага все-таки не для Артизи. Артизи, скорее всего, сыграет на АЭМе. И пускай тоже не менее интересно. Еще раз повторюсь, АЭМ один из моих любимых персонажей. И всегда интересно смотреть, на что он способен. Кваба отправляется на мид, а на сложную линию, я думаю, что Сикреты могли бы взять все-таки Магнуса, который этим Эмпауэром антимага бустит прям так... да нельзя. Ну и Нави надо либо самостоятельно с Магнусом разбираться, следующим баном, либо забирать его себе, например, на сложную для фаника. Ну тогда... А может просто забанят и все. А может и вообще забьют на него, точно так же, как команда Сикреты на него забьет, и в их пике совсем другие герои будут. Ну и Леон в пике Нави. Леон, скорее всего, для Санейка. Дайанг, я думаю, это арт-стайл, это как-то даже стильно будет смотреться. Ну и Тоски, я думаю, для фаника, мидлейн для Лешрака, и последний пик для Нави, скорее всего, это мейнкеррия. Ну и Тим Сикреты надо позаботиться о том, чтобы... ...кому-нибудь неудобного отсюда убрать. Герокоптер в бане, но он в бане от Нави. Блад Сикер в бане, но он в бане от Сикретов, и... ...под Лешрака, ну... ...даже и придумать сложно. Там-то, в принципе, их много. Есть и забытые те же Медузы, тоже очень мощные Керри, которые... ...имеют нормальное количество выживаемости. Под Андаинга, под Тоску, под Лешрака, который просто время должен тянуть... ...для которого, точнее, должны тянуть время, чтобы дамаги было много. Тоже, в принципе, нормально заходило это всё. Ну, глянем, что тут будет по Керри от команды Нави. Возможно, это также будет ещё и... ...Рейс Кинг, как персонаж, которого долго надо бить, а в это время Лешрак горит, горит, горит. Может и такое получится. Тим Сикрет, последний пик. Забанили Бруду, и ждём, будет ли здесь Магнус или не будет. Тут Энчантрис будет, Энчантрис будет, купей. Прошлую игру в лесу провёл, и эту игру тоже, по возможности, проведёт в лесу. У него последний пик от Нави. Не знаю, мои ставки почему-то на Рейс Кингах на данном вопросе. В роли Керри для хвоста. Главное, чтоб никакие не Брюмастеры. Всё остальное, в принципе, пережить можно. Медуза или Рейс Кинг, так кажется. Ну или удивите нас, я не знаю. Пять секунд остаётся. Клинкс. Понятно. Будем бегать, значит. Ну окей, окей. Ну и по ролям, я думаю, тут, в принципе, всё понятно, но озвучить тоже будет не лишним. Команда Нави забрала себе Лешрака для Дэнди. Таз будет играть у нас на Фанике, Артстайл на Андайинге. Санэйк будет играть на Леуни, и Клинкс это хвост. Энчантрис от Пупея. Артизи забирает себе Антимага, Квин оф Пейн. Это С4. Кура, скорее всего, будет играть, я думаю, что... Подождите, подождите. А Нага-то у нас может отправиться на Сложную в Соло? Это вообще непонятно. Это просто... Немножечко обижает моё понимание Доты. Неужели Нагу Сайрен дадут Заю? Нет, Заю отдают Бэйна. И Кура забирает себе Нагу. Ну и в Соло, скорее всего, Бэйн будет стоять в Сложную Линию. На самом деле, в Соло стоять Линию Бэйну, это просто подарок судьбы. И на Мид Лейне я видел, как эти герои стоят в такой полупрофессиональной Доте. Это просто чумной парень. Он не отпускает ни на секунду тебя. Он не даёт расслабиться. Он не проседает по ХП благодаря Брейн Сапу. А ты проседаешь по ХП благодаря Брейн Сапу. А потом какие-нибудь Некра туда заходят. Или ещё какая-то ранняя ерунда. И он просто становится чумовым героем. Ну, Зай забирает себе данного персонажа. Пока непонятно, куда он отправится. Ну, номинально, конечно, Зай оффлейн. Кура на Наге будет где-то рядом с Артизи тусоваться, как мне кажется. Сноубол у нас уже в Артизи. Артизи, как быстро ты сгорел! Он не успел проюзать блинк. Просто моментально. Дэнди влетает туда вместе с Саннэйкой, естественно, вместе с Фаником. И первый фраг для команды Na'Vi. Начало более чем интригующее. Секреты тут нарвались на неприятных ребят. Это, кстати, то, о чём я говорил. Na'Vi должны навязать очень агрессивную игру, если они хотят передамажить Секрета. Это коллектив, который прощать не будет, по сути. Потому что он состоит из таких плотненьких грандов. Данной киберспортивной дисциплины. Поэтому, если будет всё агрессивно от Na'Vi, то, гляди, и навяжут свой стиль игры. Смогут поднаказать. Ну и Артстайл пошёл наваливать по Артизи. Дикий из темноты. По АМу АМ вообще у нас в панике. Не может понять Артизи, что случилось. Я не так вообще себе всё представлял. Ну и Антимаг уже даже как-то идёт, немножко прихрамывая. Да, что-то не так? Артизи, что с лицом? Нет лица у Артизи. Артизи лицо закрыл. Хорошо, ФБ команда Na'Vi уже сделала. Фаник на сложной линии будет стоять в соло против Артизи. Бэйн вместе с Кура отправляется на сложную линию. И Зай будет у нас стоять и фармить. Вот о чём я говорил. И у меня есть товарищ, который играет на данном герое на мидлейне. И не может до сих пор понять, почему мир не признаёт этого героя. Почему нельзя поставить его в соло на линию. И пусть издевается над всем и каждым. Если опять же стоять приходится один против одного. Ну и мидлейн нормально отстоять может на данном герое. И потом навалять может тоже очень даже плохо. Герой правда многофункциональный, интересный. Очень хорошо, что вернулся в общую мету. Лешрак от Дэнди. 2 на 3 крип статуя. Сфо 2 на 2. Но это только начало. Тут понятное дело всё. Артизи 2 на 1. У Фаника 7 на 4. Фаник не подпускает Артизи. У Артизи ещё 2 левела до сих пор нет. У Фаника почти 3. Проседает по хп. У нас Пупей вышел на мидлейн. Немножко продамажить Дэнди не получилось. В итоге у нас Пупея развалили. И Сфо лоу хпшный. Санейка бежит за ним, не добежал. Сейчас нави могли бы со счётом 3-0 уже повести. Лешрак лоу хпшный. Лоу хпшный Артстайл. Отхиливается. Ну и здесь по всем фронтам война. Вот это я понимаю противостояние. Ну, Сикрет против нави. Пупей против Артстайла. Дэнди против Сфо. Здесь все против всех. Каждая линия. Каждая несчастная линия. Это какие-то старые давно забытые обиды. Что-то вот личное. Что-то... Ну, такое, знаете ли. Просто мексиканский сериал у нас. Круто. Артстайл отправляется на помощь Квасту. Кваста уже второй левел с копейками. У Артстайла та же история. Тамба есть. Дикей есть. Кура продолжает не фармить, а Зай фармит. Зай 6 на 3. 7 на 3 уже. Оффлейнера. Команды Сикрет. Ну и Квапан. 6 на 3. Дэнди. 5 на 4. Сфо немножечко воспрял дух. Как там в это время Пупей поживает? 5 на 0 у Пупей. 10 на 3 у Хвоста. И 15 на 5, кстати, у Фаника. Фаник тут на Дортизе немножко издевается. Фаник с Манго. Красавчик. Ой, стоит здесь Савака. Стоит-ка стоит. Фанику достаточно удачно. Подпушилась линия для него. Он без маны, в принципе, здесь. Сейчас еще и под Ветрами не самая приятная ситуация будет тусоваться. Ну, продолжает Тулск у нас лидировать по фарму. Хотя Артизе догоняет 13 на 2. Ну, вот она еще одна пачка по Тауэр. Разбирайся, Фаник. Рассказывай Артизе, как надо фармить по-настоящему. Как фармят взрослые дяди. По голде Нави выигрывали 700. Теперь где-то в 0. По Экспириенсу Сикреты проигрывали 500. Теперь 500 выигрывают. Классно. Очень классно. Ну и Артстайл, бедняжечка прихрамовая, отправляется у нас на базу Регеница, хотя бы не слился. Если Нави что-то сливаться, то графики поползут в сторону команды Сикреты, потому что видно, что Сикреты фармят лучше. И фармят лучше, и... Хотя вот вроде как выровнялись Нави. До этого момента, вот последние минуты полторы, Сикреты только набирали преимущество. Но здесь опять же освобождена линия одна. НЧА зарабатывает Экспириенс и деньги в лесу. Поэтому больше денег и Экспириенс на лайнах. Для Артизи, например, который в соло стоит против Туска. Пятого левела уже Артизи. Туск от Фаника. Тоже пятого, почти шестого. 22 на 5 у Фаника. У Артизи 22 на 3. Все, сравнялся с Фанником. Фанник бежит от Артизи. Фанника есть тапок. Бэйна в это время разбирают. Еще один фраг для команды Нави. Санейка на Кура. Кура попытаются забрать Артстайл. Вместе с Санейка и Келлинг Спри уже для Артстайла. 3-0. Идет капитан команды Нави. А кто здесь должен был фармить? Где ты? А вот он. Здесь должен был фармить, здесь и умер. Хвоста забрали игроки команды Сикреты, но потеряли при этом двоих. Их 658 по голде Нави. И 536 по голде тоже для украинского коллектива. У Нави преимущество сейчас должно подрасти немножко. Ну и по экспириенсу должны догнать своих оппонентов Артстайла. Он расправляется в сон. Зай его разбирает. Вместе с Кура это было не сложно. Почему Артстайл на ЛОУХП здесь тусил? Непонятно. В это время еще и Лешего разобрали на миде. Эосфон ничего не пожалел. Соник вейвы. Ману просто в ноль слил. Урф убивает Дэнди. И золото капает команде Сикреты. Они опять в плюсе. Ну и чем дальше, тем больше. Фаник отправляется в лес. Готов здесь выйти на Пупея. Наверное в соло разобрать его не получится. Эосфо прыгает на Фаника. Фаника поймали в сетку. Сноубол от Фаника. Вытаскивают подальше на себя его игроки команды Сикреты. Фаника будут забирать. Забирать копье в задницу. Пупей забирает еще один фраг для команды Сикреты. Счет становится равным. Счет становится 4-4. Ну и Нага. Бедняжечка сгорает здесь от Дэнди. Еще один фраг для команды Нави. 4-5. В общем-то все очень даже хорошо. Сикреты преимущество понемногу, но отдают. Ну и в целом, конечно, Сикреты давят. Санейка планировал в спину Заю зайти. У Зая нет еще до сих пор финсгриппа. В принципе, пока он в соло здесь стоит, ему финсгрипп не очень-то и нужен. Прилетает на хелпуш здесь Куро. А у Куро, кстати, еще и денежки тут поднакопились. Бутс оф спид есть. Есть у него пурменшилд. Принес батл у Заю. Свою причем. Ну, Заявское, конечно же. Санейка готовится выйти. Можно поймать Зая. У Куро нет, чем подсейвить. Сна пока еще нет. Рановато для саппорта. Шестой левел иметь на седьмой минуте. Зай пошел файтиться против Артстайла. Артстайл пытается поймать здесь Зая. Зая подбрасывают. Брейнсап будет сейчас, наверное, от Зая. Да, так и есть Зай лоу-хпшный. Еще одна стрела от Клинса. Зай на 9 хп. Артстайл добивает его в итоге мумиями. С-4 разорался на всех. Санейка там лоу-хпшный. Ну, Санейка уже улетел. Ну и дальше мумии за всеми. Фаник, развернись. Уходи отсюда. Нечего здесь делать. 6-4 становится счет. Заработали 169 голды. За Зая. Это как вообще? Ну и Фаник просто разрывает пополам С-4. Все, что было. Сноубол. Валрус панч. Айс шард. Все, что есть. Все, отдаю тебе С-4. 7-4 становится счет. Фаник тут просто встретил С-4. А С-4 такой, знаете ли, поворот не туда. Кто вообще ожидал, что здесь в деревьях такая жестянка упадет на него? У Артизи уже тут по регену триллион всего. Есть Ring of Hells, есть Ring of Regen. Молочага. Артизи собирается, скорее всего, в Battle Fury. Я так понимаю. Ну, Ring of Hells об этом говорит. А Фаник в это время оставил линию, но оставил не бесполезно. Фаник ушел у нас, например, того же С-4 наказывать. Который лидер. Один из лидеров команды Secret. По Нетворцу первое место у Артизи. 3-300 у него. 2-800 для Лешрака. От Dendy и Хвост. Тоже почти 2-800. Ну и дальше уже 2-750 от Queen of Pain. Под смаком команда Na'Vi выходит на Артизи. Могут забрать, если будет чем подступить. Но здесь Санейка есть. Да, здесь есть Хекс, здесь есть... В принципе, здесь есть и подкоп. Просто надо показаться Артизи. Артизи в елках. Артизи не готов к серьезным отношениям. Он в елках. Ну, пойдут искать Пупея. Курьер побежал мимо, значит, и Пупея. Где-то рядом Пупея увидели. Покатились на него. Сразу же спил на самого себя. Естественно, ничего хорошего здесь Пупея не ожидает. Что это такое? Просто посмотрите, как здесь все происходит. Это самая неадекватная история. Троллей. Троллей. Сериал в одном действии. Тролли не могут понять. Ну как? Только вывели тараканов. Что такое? Все? Да, все. Заканчивается действие тамбы. Тролли могут успокоиться. У антимага уже есть ПТ-шка. Есть Ring of Health. Ну и дальше Владмер. Где-то у Артизи там по плану будет. Девятый левел Артизи. Топ Нетворс на карте. Сфо догоняет своего тиммейта. На второе место выходит 3 300 у него. И 3 250 у Клинца. Клинц в это время, кстати, расстреливает Зая. Зайлоу ХПшный. Пытается отхиливаться. Артстайл заходит сюда. Дикий на него. Или Шрак. Вот Дэнди забирает еще один фраг. Нави долбят Сикрета. В счет 10-4. 760 по голде. Тысяча по экспириенсу. Нави пытаются доказать, что все ошибались. Нави поставили на себя, я так понимаю. Хотят миллион заработать самостоятельно. Без каких-либо там... Каких-то там интернешналов. Красавцы. Я еще раз повторю. В Нави никто не верил. Нави уже давным-давно никто не верит. Команда не вызывает доверия не только аналитиков, но и букмекеров. В частности, потому что не очень внятно выглядит команда. Она нестабильна. И, наверное, поэтому, когда вопрос касается, например, тех же денег-ставок, связываться не очень уютно. Тем же букмекерам непонятно чего ожидать. Так что странно. Тут Нави, вопреки всем коэффициентам, сейчас давят и действуют очень агрессивно. Еще раз повторюсь, то, о чем говорилось в начале. Если Нави ажат агрессивную игру и смогут ее воплотить в жизнь, то есть вариант, что смогут первую игру так точно коллектив Сикрет наказать. Ну и Нави вниз перемещаются. Где, 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 где Фаник? Фаник здесь с крипами разбирается. Разбил тележку, Валрус Панч. Какой хитрый, а? Ну и Нави готовы, я так понимаю, к пушу Тавара. Не Тавар, так кто-то еще. Не кто-то еще, так Тавар. Пора уже. Санэ в это время Кура приобретает себе Аркан Буцы. У Антимага 450 на руках после Персика. Нави на Тавар еще не вышли. Здесь один единственный сатир стоит. Санэка, наверное, заденает. Здесь постоять решил. Санэка выходит. Хекс пошел у нас на Зая. Зая будут ловить подкоп от Дэнди. Дэнди начинает через пульс снова угореть. Зай пытается отъесться за счет брейнцапа. Зай сгорает. Дэнди уже килинг спри. ЕС фоллоу хпшный отсюда бежать быстрее. Нави забирают оффлейнера команды. Сикрет, да когда вы уже через графики перевалите. Сикреты 2000 в плюсе. Где вы это берете? Что происходит со статистикой? 11-4 счет. Нави постоянно тут агрессирует. Постоянно какое-то давление. А Сикреты раз и два куска отжали. Раз и здесь 2,5. Дэнди немножко тут молнией пощекотал Артизи. Ему в принципе плевать. Реген есть. Это не проблема. 8,4 кстати. 8,7. 8,4 реген у Артизи. В зависимости от того, где ПТ. На какую. Сторону переключенность. Пупе просел плотненько по хп. Ну, это все такое. Это вопрос времени. Виспы все сделают за него. 4,11 счет. Нави вроде как и ведут. Очень серьезно. А Сикреты 2000 золота, 2000 экспириенс. Ну и поэтому счет вообще сейчас ничего не значит. К сожалению. Причем огромный. Артизи подпушивает по тавер. Крипов. Дождался, можно идти. Тут в любом случае есть на подсейф. Если что, Зай. У Зай уже есть финсгрип. У антимага у самого 11 левела. Ему никакой Зай не нужен. Нет, Артизи уходит в собственный лес. Нави как-то в период застоя стали. Они вроде как дамажат, вроде убивают, а получается мало. Агрессивно себя не ведут. Клинц от хвоста собирает медальонов кураж. У него есть рингов аквила и ПТ. Удивительно, но на 14 минуте никаким оркидом не пахнет. Для клинца. Вообще, я так понимаю, проблема у хвоста. 4 600 вроде неплохой фарм. Ну, 1300 проигрывает Артизи, но Артизи фармил нон-стоп. И у Артизи уже тут Баттлфьюри после ПТшки. Тысячи всего лишь не хватает Артизи. Даже меньше. А у клинца как-то все не то. И умирал хвост всего лишь один раз. Странно даже. Где артефакты? Если посчитать по сумме, конечно, хвост прилично нафармлен. Сколько у него цифр есть в левом верхнем углу, столько и в общей стоимости артефакта. Дэнди в это время разваливают. Артизи начинает пилить там стоун. Арт стайл лоу хпшный. У Артизи ульта ушла у нас в Дэнди. Умирает в итоге андаинг. Подкол пошел по Артизи. Артизи на лоу хп. У него есть блинг и он только сейчас уходит. На ста хп уходит отсюда антимаг. Антимага сейчас отхилят, он дальше пойдет. Охренеть. Тут Сикреты просто на мужике сыграли минус 3 от команды Сикреты. И ждем Fight Recap. По-моему, сейчас будет дороговато все для Сикрета. 1400 по золоту, 2000 по экспириенсу. Счет становится 7-11. И графики поползли точно вверх. До этого нави убивали до задницы этим графиком. Они стабильно идут вверх в пользу команды Сикреты. Только медленно. Теперь все побыстрее пошло. Просто прыжок какой-то вверх. Но это говорит об организации. О том, как фармить Пупей. О том, как фармить СФО. О том, как Кура там, естественно, выфармливает. Раскрылся, да, талант у пацана? Надо было уйти из нави, чтобы... Надо было точнее... Исчезнуть игроку из команды нави, чтобы... Так начать жечь. Ну, хотя... Жечь. Хотя и до этого, я думаю, что Пупей... Ой, Пупей. Кура ничем не хуже играл в составе команды нави, чем он сейчас играет в составе команды Сикрета. Может, просто что покомфортнее для него. Такое тоже может быть. Атмосфера действительно крайне важна. Баттл Фьюри уже есть у Артизии. Тысяча сверху по золоту для антимага. Шестнадцатая минута, а Клинкс... С метрилхаммером хвост. Не знаю, БКБ это... Или рискнуть вообще и дезолятор собрать. Ну, не характерный герой для хвоста на самом деле. Обычно хвост вообще на ранжевых играет нечасто. В основном, это мили герой для него. Ну, умри хоть здесь, Артизия. Нет, ничего подобного. Да, еще раз говорю. Нехарактерный герой Клинкс. Нечасто вижу его. В руках хвоста. Вот Фанник даже почаще на том Клинксе отыгрывал еще. В составе другой немного СНГ команды. У Туска уже есть две... В принципе, сейчас может появиться даггер у Фанника, а дальше и Дизоль был бы не лишним. Чтобы, например, с антимагом быстро разговаривать. А то если долго его пилить, антимаг может и не перепилиться. Хвост в соло против Артизии. Артизий блинканулся совсем не туда. Ну, дайди стрела. Стрела не дамажит Артизии. Успел он блинкнуться антимаг. Вот был бы у Оркет, конечно же, антимагу тут вата полная была бы. Но сам факт, что хвост тут без ничего, в принципе, ну так, покушал немножко крипа. Ну как, немножко. Тут чуть ли не 200 дэмэджа у хвоста. Плюс стрелы на 60. Немножко дороговато стоили только что Артизии. Но сам факт, что хвост посильнее смотрелся, чем антимаг. Ну и под стрейфом стоять, воевать в соло, естественно, антимагу смысла никакого. Пока нет какого-нибудь башера. Пока нет хотя бы манта стайла на хп и на размножение. Будем так говорить. Забирают заик, и ки команды Нави. Разультился от стайл, тамбу не пожалел, зая забрали. И пупей получает у нас от хвоста. Вот он, не характерный герой, но очень даже агрессивный от хвоста. Графики немножко, но поползли вниз. Уже неплохо, уже неплохо. Ну и команда Нави так хорошо смотрится по фрагам. Вроде так слаженно действует. А графики не хотят работать на них. Статистика против украинского состава. Дезолятор на хвосте. Этого я и ожидал. Потому что БКБ классно, конечно, но скучно, скучно. А здесь дезоль. С этим дезолятором антимаг не ушел бы, конечно же. И пупей никуда б не делся. Короче говоря, теперь дела по интересу. Если бы не литься еще, если бы не фидить хвосту, вообще было бы замечательно. Я не говорю, что он фидит, но на будущее. Если не будет фидить дамаги, он будет наносить громадное количество. Все это физдэмэдж. Все это умножается на минус 7 брони от дезолятора. Все это под огромным количеством атак спида. Короче говоря, хвост может превратиться в пулемет, который стреляет разрывными. Уже, точнее, превратился. Надо просто посмотреть, как это все действует. Ну и смотрим на Зая. Получится, не получится. Хвосту надо где-то из кустов нападать. Зай тут должен провтыкать, на самом деле, чтобы хвоста... Не отправить хотя бы в сон или... Финсгрип или брейнсап. Дать ему... Ну, смотрим на хвоста. Ждет, ждет, ждет хвост, когда подойдет сюда Дэнди. Дэнди уже здесь. Хвост начинает настреливать по Заю. В Найтмэр отправляет его Зай. Ну и как далеко Дэнди? Как рано хвост начал. Ну, ты же ждал его. 25 секунд. Неужели эти 3 секунды нельзя было дождаться? Это просто какое-то самообичевание комментировать Нави. 7-13 счет. По-прежнему впереди Сикреты по голде и по экспириенсу. Почти пятерка. Ну и Нави пора начать пушить товара. В принципе, с таким запаком Клинкс может себе позволить. Хотя тут и Року можно позволить себе бить. Давайте пройдемся по артефактам, пока команда Сикреты не выходит. У нас на Рошана и понятия не имеют, где находятся Нави, пока они пушат Т2. Ладно, будем смотреть Т2. Т2 Артизи забирает. У него есть уже Яш, у него есть Владмер, у него есть Battle Fury. Артизи начинает пушить Тауэр. Эггис забирает команда Нави. Хвост поднимает его. Ну и надо лететь уже, дефать свой Тауэр. 21-ая минута. Артизи уже начинает забирать Т3. Хвост пришел, Хвост без маны. Поэтому Эрол стук не проюзаешь. Надо идти регениться побыстренько. Потом уже все остальные файты. Как ни крути, вроде и ДДшника, а от маны сильно зависит. Артизи ловит Айшарт на него. Подстопил его Дэнди. Артизи начинает сгорать. Блинк есть у антимага. Ну и здесь в 4, конечно же, спалшилд. Артизи ловит. Через секунду будет Даггер. Так, отправляет его в Хиксу. Будет ли подкоп? Артизи лоу хпшный. Артизи в таверну. На 65 секунд. Без него идите и просто пушьте хотя бы один несчастный тавер. Низ или мидлейн Т2. Надо это реализовывать в таверра. Это прям обязательно. Хвост побежал дальше. Хвоста будет ли оркит? Ну, должен быть. Оркит нужен. Здесь любого ловит. Так, смотрим, что здесь будет с Куру. Кура есть сон. А Кура чувствует, да, приближение? Чего-то там. Огоним появляется у С4. Хвост за Куру. Будет ли сон? Не будет. Кура отходит. Кура. Датчик на хвосте стоит. Тут под этот хвост надавали бы очень плотно. Сейчас, если бы остался. В любом случае, Na'Vi забрали мейн-керри команды Secret. И это топнет вот с на карте. Ох, нихрена себе. Вы посмотрите, что у Артизи по фарму. 12.200 против 8000 от Клинца. 8.900. Тем не менее. Ох, офигеть просто. Вообще всех обогнал игроков команды Na'Vi Артизи. И самое главное, что так далеко оторвался от команды Secret в полном своем составе, что это даже на руку команде Na'Vi. То есть он забирает фарм тут и у Квапы, и забирает фарм у Пупея, у Кура. А Na'Vi в лице трех героев Фаника, Дэнди и Хвоста фармит. Три всегда больше, чем один, даже если речь идет об антимаге. Хвост на Пупея. Пупея забрали. Еще один фраг для Клинца. Счет становится 2-1. Четыре ассиста, у Хвоста два фрага. И так неплохо. Ну и у Клинца дамаги триллион. Глянем, может сразу в криты пойдет у нас Хвост. Че церемонится. Минус деф, криты будут залетать огромнейшие. Вещь все равно нужная Клинцу. Клинц собирается в Дайдалус и Кристалисы. Важная вещь. Артстайла начинают распиливать. Артстайла разультился. Уходит у нас в Геосептер Артстайл. Старается себя отхилить. Тамбу поставил. Некого бить. Артстайл пока что живой. Дэнди горит. Артстайл с Дэнди просто напугали команду Secret. Артизи старается убежать. Пошел на перехват здесь. Хвост, бей его. У него нет. Блин, как хвост. Отжим прыгнул сюда. Ну теперь-то можно. Теперь начинает хвост бить Артизи. Артизи просто в кусты. Ну и стрейф от хвоста. В никуда. Вот о чем я говорю. Почему же здесь нужен оркет? Почему его здесь не хватает? Дороговато, конечно, стоит оркет. У Клинца таких денег нет в принципе сейчас. 2500 секреты по голде, а была пятерка. И теперь по экспириенсу секреты с пяти скатились до практически ноля. А эго по-прежнему есть у хвоста. Хвост купил себе Алтимайтор. Окей. Интересно, что это будет. На самом деле очень даже интересно, что это будет. Либо это будет... Либо это будет... Завис, да? Слышно даже. Либо это будет скади. Хотя может и как на Урсе раз и появится какой-нибудь хекс. Для Клинца. Почему бы нет? Дамаги уже до хрена на самом деле. Вот это вот вещь плюс. Вот это вот вещь. Дамаги миллион будет у хвоста. А если будет хекс, то тут совсем другая история. Орхид, например, сбрасывается Манта Стайлом от Антимага. Манта Стайл уже на подходе у Артизи. А с хексом ты так не поиграешься. Ну, это тот случай, когда Урсы собирают хекс. Хотя, казалось бы, да? Зависит там во многом от силы, чувак. Ну, раньше ульта была. Сам является Агилером. А ему расы собирают артефакт всех... Всех-всех-всех на свете Интовиков. Пупей. Вот он, поворот не туда. Хвост, по идее, должен его разрывать просто в клочья. Хвост начинает дамажить Пупея. Как медленно. Хвоста будут разбирать. У него есть Эго. Надо просто на подсейф сюда перетягиваться. Команде Нави. Летите. Дэнди бежит. Ну, Дэнди суицидальный. Немножко наклонность, если он сюда планирует войти. Хвост у нас убегает. Инвиз просветка сразу же на него. Дэнди будет драться до последнего. Хвост лоу-кпшный. Настреливает по Купею. И Дэнди тоже здесь суицидится, скорее всего. Соник Вэйф от С4. Минус 3 от команды Сикрет. Дальше дорезать Арт Стайла. Артизи. Арт Стайла не отпустит. На тебе в спинку. Бедный-бедный Арт Стайл. По голде. Команда Сикрет. Зарабатывает 1700. По экспириенсу 3800. Офигеть, как... Как это называется? Как... Неожиданно и при этом... Ну, вполне предсказуемо. Ты вроде не ждёшь, но... Вот такой вариант, что вполне предсказуемый вариант. Вот это нормально, да? Заговорил вариант. Вполне предсказуемый вариант. То есть, ты ждёшь, что Сикреты, скорее всего, обыграют команду Na'Vi. Потому что это более-менее логично. Ты руководствуешься разумом. Но здесь вот всё время при этом надеешься, что Na'Vi дадут отпор. Ну, и такая ситуация. С одной стороны ты ждёшь, а с другой стороны не особо в это верится. Верю, не верю. Ромашка какая-то получается. У Артизи 2000 на руках после Манта Стайла. Хвост. Всё-таки идёт в Хекс. Вот, пожалуйста, Войт Стоун есть. Это Хексакок на старом добром медведе. По имени Урсов Вариор. Всё то же самое у Клинца осталось только на Мистик Флеер. Ну, только на Мистик Флеер 2700. Ну, Маны теперь будет завалить просто у Клинца. Стреляй не хочу стрелами огненными. Поэтому переживать по этому поводу Клинцу не придётся. 11.15. Чёт опять до 5000 Сикреты по золоту. По Экспириенсу до 6. Выросло преимущество команды Сикреты. Арт Стайл очень хорошую вещь приобрёл. Этот Гёст Септер прям великолепен в данном случае. Дэнди уже с Юулом. В Бладстоуне заряды потеряны до 6. Имбовый персонаж Лешрак, но против Антимага не всегда вывозит. Появляется ещё и Огр Клаб для Артизи. Скорее всего, это будет БКБ Антимагу. Как я понимаю. Понял, куда там Хвост направляется. Я так тоже думаю, что... Если я это понял, то и Артизи, наверное, сообразил об этом. Иллюзия Антимага. Пошли напиливать хвоста. Хвост без маны. Одни иллюзии Антимага. Сон пошёл от Кура. Что за... Взяли и обломали вообще всю движуху. Этот Кура со своими песнями. Ну нормально же общались. Так, для парня из нашего чата. А чё, Дизоль со стрелами огненными стакаются? Да, стакаются огненные стрелы после последнего патча. Это физдэмэдж. Вот, собственно, пруфы. Это физический дэмэдж. Он стакается абсолютно со всем. И с вампириком. С чем только хочешь. Обычная физуха. Обычная. Ну и продолжается давление команды Сикрет на топ-лейн. Тем Нави, Нави пока что не могут какую-то конкретную выбрать позицию, чтобы стоять и просто фармить. Ничего для этого... Ну, ничего другого не делать. Надо артефакты. Надо. Но брать их пока непонятно где. У Андаинга. Аркан Буц и есть. Геоцептор для Артстайла тоже имеется. Мека в составе команды Нави отсутствует. В принципе, забирают у нас хвоста и делает это Артизи. Ну и, естественно, всё это под финсгриппом Бэйна. Там было несложно. Молодцы. Но толпой напали. Развалили. А мейн керри команды Нави. 700 голды. 1600 экспириенса. Много-много-много за одного керри. Санейка уже с Глимеркейпом. У него есть даггер. В принципе, всё хорошо у Санейка. Тут всё хорошо должно быть у Клинца. У него должны быть артефакты важные, полезные и нужные. Пока не собирается этот дорогущий артефакт Сайд оф Вайс. Клинц с этим Алтимейт Арбом и с этим несчастным Водит Стоном бесполезный абсолютно. Ничего хорошего он не даёт. В принципе, С4 разорался на Санейка. Санейка в таверну Фаник. Подбрасывает у нас С4. Уходит в Сноубол. Покатился на одну из иллюзий Артизи. И Артизи под Бэкинг Баром. Арт Стайл отсюда ушёл. Где Хвост? Хвост бежит сюда. Хвост заряжен уже на файт. Винвизи лозит Хвоста. Финс Гриппа нету. Это хорошо для команды Нави. Артизи готов распиливать. Понимаю. Фаник лохэпэшный. Ульта пошла у нас в Фаника. Неужели заивейдил Фаник ульту? По-моему, заивейдил... Нет, не заивейдил. Фаник лохэпэшный. Фаник сейчас трупом уже выкатится. Выхиливается Фаник. Сигил сюда отправляет. Бэйна забирает команда Нави. На хайграунд. Хвост убегает. Арт Стайл живёт. И пришли с Сигилом разбираться игроки команды Сикрет. Потеряли Дэнди Нави и потеряли Санейка. Но за это забрали Зая. Небольшое преимущество для Сикретов. В принципе... Ну, ещё и Тавр забрали. Ну, я думал, будет всё гораздо печальней. Потому что, по сути, кур ловил. И должны навязывать были Драку Сикреты по своему сценарию. Они десятку выигрывают по голде, десятку по экспириенсу. Если Клинт здесь настреляет двух-трёх в одном файте. И Нави, в принципе, файт выигрывает. То, конечно, камбэк может быть. Денег здесь, по идее, должно капнуть Нави за удачную Драку очень много. Фаник прыгает поближе к Артизе и уходит отсюда. У Фаника есть уже Сильвер Эдж. Вкатывается у нас в Артизе. Удар под зад. Санейка прыгает. Хекс. По таймингу под коп. Где он? Нету. Finger of Death. Артизе. БКБ. На развороте. Минус Санейка. Просто уходи отсюда, Фаник. Беги, Фаник. Беги. Это... Я не хочу это обсуждать даже. Это какая-то жесть. Потому что, ну, ещё и Фос, скорее всего, здесь отдастся. Флотно стреливает по Артизе. А цель, наверное, другую стоит выбрать. Вкатывается на Куру. Ну и Хвост лохэпэшный. Хвоста отправляет в таверну. И дальше всех разваливает уже Пупеи. Своими импетусами с Аганимом бьёт просто как сумасшедший. Ловят Артстайла. Артстайла отправляет в таверну. Если Артстайл умирает, я думаю, мы увидим надписи с двух букв здесь. Команда Нави тут, наверное, уже камбэк не сможет сделать. Мне почему-то так кажется. Антимаг жёсткий. Просто не хватило элементарно Фингер оф Дэс с Анейком. Был бы он там, Артизи убили бы сразу. Убили бы Артизи, дрались бы совершенно по другому сценарию. А так команда Нави потеряла четверых. Сейчас потеряют сторону, а потом потеряют ещё одну. А потом ещё одну. А потом трон, по идее, будет падать, если раньше всё это не закончилось. Ну что, Клейнс, далеко до Хиггса. Хиггса этого может и не оказаться до конца матча. Что-то мне подсказывает. 3-4 минуты с половиной сыграно. По голде за 15 уже переваливает преимущество команды Сикрет. По Экспириенсу более 14 тоже Сикреты. Напомню ещё раз, Нави играют с фаворитами этого турнира. Лешрак. Два заряда в Бладстоуне. Еул. Огрклаб для Дэнди. Огрклаб, конечно же, в БКБ будет превращаться. Потому что разваливает решака очень быстро. И... Ну и вообще, как бы... И... Неплохо бы и заиметь на 35-й минуте на решаке Блэккингба. Хвоста копейки, по сути, остаются до появления... До появления... До появления Хикса. Оставьте добить. Оставьте. Не оставьте. Хвосту. Року. Импетус хвоста и просто разорвало. Сфо тебе в лицо кричит. А в спину летит импетус на километр. Команда Сикрет... Оооо, жесть какая. Команда Сикрет просто стирает коллектив Нави. И, по-моему, после такого не очнутся уже. Нави так и есть. Просто дали понять, что... Извините, но... Играть мы, например, с вами не будем. Сильно вы жестенькие. Ой-ой-ой. Вот это же скач, конечно. Хвост встретил этот крик в лицо с... Я не знаю даже. Там просто, если рот был открыт, то его от уха до уха разорвало. От такого воздушного потока. Ну, что сказать. Команда Сикрет на коне на самом деле.